друзья всем огромный привет и сегодня так полюбившаяся вами рубрика как обрабатывает и сегодня это будет у нас эрик рамирес вы давно меня просили разобрать его либо подобную обработку и честно говоря я думал что она уже не в тренде но недавно я походил побродил по соцсетям и фото сайтом и увидел что да такая обработка остается до сих пор в тренде красивые брутальные такие зеленоватые кинематографичные оттенки конечно наиболее ярко себя показывают на ночных фотографиях на дневных они смотрятся немного помягче и также подобную обработку я попробовал наложить на портреты и получилось достаточно неплохо и интересно в любом случае разобрать такую обработку однозначно полезно это будет еще одна монетка в копилочку ваших знаний и вы лучше поймете как работают те или иные ползунки lightroom в которой мы будем сегодня обрабатывать фотография с которой я буду сегодня работать будет находиться в описании к этому видео ну а если ты впервые на моем канале не забудь перейти на мой сайт и забрать подарок набор пресетов desire для lightroom и камера raw photoshop полезные ссылки а также ссылки на все паблики нашего комьюнити также в описании к этому видео а мы больше не будем терять времени и приступаем к обработке поехали итак друзья сегодня я занял место гистограммы и привет хейтерам которые говорят что нужно начинать всегда с гистограммы а я считаю что гистограммы это неплохо на начальном этапе но лучше все-таки доверять своему зрению и так слева у нас образец фотографии этот образец будет также находиться по ссылочке вместе с исходником который мы будем сегодня обрабатывать ну а справа соответственно фотография которой мы будем сейчас ретачить здесь уже результат моих долгих и мучительных попыток изобразить обработку эрика рамироза и мы сейчас все сбрасываем и начинаем все сначала все по порядку первое что мы с вами друзья делаем это слегка осветляем фотографию повышаем экспозицию и делаю я это на уровень 1,18 контрастность я трогать не буду светлой области полностью уведу в минус 100 тени осветлю на плюс 100 белые выставлю на минус 75 черные участки сделаю слегка потемнее на минус 17 добавлю текстуры назначения плюс 10 четкости добавлю плюс 5 также повышу красочность назначение 25 и прибавлю еще немного насыщенности назначение 12 сегодня друзья мы с вами будем работать с контрастом и будем работать только с кривой rgb не затрагивая тоновую кривую на ночных фотографиях я это делаю не всегда и вам советую тоже на это обратить внимание удерживаем кнопочки alt shift так наше движение будет более плавные и тянем крайнюю левую точку так называемую точку черного вверх выход получая значение примерно 40 далее друзья отступаем немного вправо и полученную точку тянем вниз получая значение входа 50 выхода 32 если не получается работать мышкой попробуйте сделать это вручную вставив значение вот сюда в необходимую ячейку отступаем немного вправо и тянем кривую немного вверх усиливая таким образом контраст вот у нас получается такой интересный ковшик и теперь среднюю точку кривой подвинем еще немного повыше получив дополнительный контраст изображения если вам не нравится излишнее выцветание фотографии точку черного можно слегка опустить вот таким вот образом далее друзья в средних светлых участках примерно на значение 213 212 фиксируем точку и точку белого немного опускаем вот таким вот образом и так давайте посмотрим было стало ну что ж фотография стала помягче по бархатистее поинтереснее двигаемся дальше я закрою пожалуй основные и тоновую кривую теперь перед нами панель hsl и мы приступаем к регулировке цветов удерживая кнопку shift и двигая ползунком ваши движения будут более точные красный от малиновых оттенков уводим вправо в сторону оранжевых и останавливаемся примерно на значении 42 переходим к тону оранжевого цвета и оранжевый от желтых оттенков которые находятся справа уводим влево где-то на значение примерно минус 6 желтый цвет подмешиваем с оранжевым как вы знаете в тональности желтого ползунка справа зеленые оттенки слева оранжевые мы выставляем значение где-то 78 тем самым превращая желтый цвет практически в оранжевый зеленый сделаем с вами похолоднее добавим в него аквамарина уведем вправо на значение 66 а цвет морской волны ну или аквамарин мы уведем в сторону синих оттенков от зеленого который находится слева где-то на значение плюс 17 а синий будем уводить от фиолетовых оттенков ближе к аквамарину это значение у нас будет пожалуй минус 85 фиолетовый уведем в сторону синих оттенков на значение минус 53 пурпурный двинем вправо в сторону красных оттенков назначение плюс 100 теперь давайте друзья перейдем к насыщенности насыщенность красного цвета делаем немного меньше на минус 30 оранжевый цвет на минус 38 желтый цвет в данном случае я прибавлю и сделаю значение его плюс 38 когда сохраните эти настроечки в пресет запомните это потому что на других фотографиях вам скорее всего придется его прижимать и так желтый плюс 38 зеленый ослабляем делаем значение минус 72 цвет морской волны минус 60 синий тоже убавим посильнее на значение минус 84 и фиолетовый и пурпурный делаем минус 100 далее переходим в яркость друзья желтый делаем посветлее на значение плюс 50 а синий делаем потемнее и у нас это будет где-то примерно минус 20 смотрите чтобы на ваших фотографиях когда вы убираете ярко синего цвета не появились ореолы между синим цветом и какими-то контрастными темными участками ну что ж друзья из панели чисел перепрыгиваем в панель цветокоррекция и будем заниматься тонировкой если у вас стоит какой-то иной параметр не забудьте кликнуть на кнопочку тени давайте сразу яркость теней мы сделаем слегка потемнее это значение будет минус 52 не забывайте удерживать кнопочку shift таким образом вы будете четко попадать в те значения которые я называю насыщенность сделаем не сильно где-то примерно на 12 и теперь давайте подберем тональность я думаю что это должно быть 206 теперь переходим в средние участки насыщенность делаем на уровень 15 и оттенок сделаем с вами 189 приближаясь тем самым ближе к тому цвету который мы видим на фотографиях эрика рамироза и так 189 оттенок насыщенность 15 переходим светлые участки насыщенность делаем посильнее на уровень 50 и тональность с вами выводим на уровень 55 теперь друзья переместимся немного ниже смешение сделаем на значение 70 баланс тоже увидим вправо на значение плюс 15 теперь переходим в общую тональность насыщенно сделаем 7 и оттенок на значение 42 и обратите внимание я кликаю на глазик и посмотрите что произошло с нашим небом вот такое оно было после регулировки чисел и вот такое вот стало после наложения вот такой вот тонировки и поэтому друзья делаем выводы смешение цвета в панели чисел и панель цветокоррекция которую мы считаем служит для тонировки это удивительный тандем который позволяет получить практически любые оттенки любого цвета давайте мы захлопнем панель цветокоррекция перейдем в калибровку и все-таки немножко доведем до ума наш цвет и так тональность красного цвета мы уводим вправо на значение плюс 15 делаем его еще более оранжевым насыщенность при этом прибавляем на значение плюс 5 тон зеленого цвета уводим вправо на значение плюс 18 насыщенность тоже прибавляем на значение плюс 10 и теперь друзья тон синего канала вот смотрите как раз он и отвечает у нас за появление таких вот теплых аквамариновых оттенков которые мы видим в небе у эрика ну я сильно делать не буду я думаю что на значение минус 15 пожалуй можно остановиться ну что же нам осталось добавить немножко зернистости давайте мы его сделаем на значение 20 размер при этом 25 и плавность 50 перейдем в детали добавим резкости не стесняясь где-то на значение 75 при этом радиус можно сделать 09 ну что же нам осталось сделать пару маленьких штрихов давайте мы перейдем теперь в маскирование добавим линейный градиент снизу подтянем его слегка если сохранились старые настроечки кликайте кнопочку сброс и делаем низ слегка потемнее и снимем в нем немного насыщенности чтобы убрать вот этот желтый цвет можно также температуру подвинуть левее и таким образом убрать паразитные желтые оттенки далее друзья в масках кликаем на плюсик кликаем на объекты справа в панели выбираем прямоугольный захват выделяем такси по центру кликаем сброс можно убрать показать наложение и делаем такси наша поярче давайте слегка осветлим его в тенях чтобы проявились диски колес можно также слегка убавить контрастность это делает такую более лайтовую яркость объекта ну и посмотрим что у нас насыщенностью я бы немножко ее прижал дед назначение минус 25 чтобы цвет такси не был такой слишком яркий светящийся объект по центру выделили кликаем enter ну вот друзья в принципе готова смотрим на небо у эрика нужно смотреть на левую его часть справа у него небо более теплая и здесь можно увидеть такие остатки заката самые последние лучи которые небо делают более таким желтовато зеленоватым ну и она у него потемнее чем у нас но в принципе тональность мы подобрали можно конечно небо делать еще темнее но здесь уже могут появляться дополнительные шлейфы и давайте мы возьмем вот здесь вот поставим небольшую заплаточку вот так вот а теперь давайте посмотрим какая фотография была до обработки и какая стала после обработки ну что ж друзья на этом все осталось только сохранить пресет и применять его к другим фотографиям а как правильно пользоваться пресетами обязательно посмотрите в моем видео уроке ссылочка будет в описании к этому видео ну а я сохраняю этот пресет и по традиции отправляю его спонсором в папочку с пресетами который называется youtube на сегодня это все друзья пишите в комментариях обработку каких фотографов вы хотели бы повторить и мы обязательно с вами ее разберем ну а с вами как всегда был серджу желаю друзья всем творческих высот добра и мира и до скорой встречи в следующем видео всем пока пока до скорой встречи в следующем видео